Дом эстетики и медицины Формула Новые течения как в моде, так и в фэшн-фотографии подразумевают выход за рамки стереотипов. Этой идеей соответствует выставка «Новая свобода» московского фэшн-фотографа Влада Зорина. Автор начинал в Челябинске и к своим 20 годам успел поработать во Франции, Испании, Италии и Китае. На его счету сотрудничество с ВОК, Эскуайр, Харперс Базар и другими мировыми изданиями. Мы были очень рады тому, что можем в наших стенах предоставить возможность молодым нашим художникам и фотографам, людям творческим, как-то себя проявить, показать свои работы. Я думаю, что творческий путь Влада только начинается, потому что как только мы увидели список имен и журнала, с кем работал Влад, это просто потрясает. И то, что Влад из Челябинска, тоже очень радует, что он может сюда приехать, даже побывать на этой выставке, поговорить с гостями, потому что очень многие заинтересовались, чтобы лично встречаться с фотографом и спросить, ну что, как там, как мода, как фотографии и так далее. За пять лет Влад успел поработать в нескольких странах. Самые яркие эмоции вызывает у него Китай, а творческое вдохновение подарила Франция. В Китае был в Гуанчжоу, в Гонконге. То есть это страна, где ты никогда не знаешь, чего ждать, и ты всегда в каком-то азарте находишься. У них отличается работа, чуть-чуть отличается, они более открытые, более дикие. Это также проявляется в их культуре, какие они сейчас. Наверное, столица для творчества идеальная, это, конечно, Париж. Потому что это даже из истории можно смотреть, сколько там великих поэтов, писателей творило, и там ощущается эта атмосфера, и в Москве пока что такого маловато. Но мы стремительно к этому идем, чтобы у нас тоже все это было открыто и ценили, ценили таланты людей. Приезд в родной Челябинск еще раз подтверждает, что Влад представляет нашу страну в мире моды. Да и сам он верит в возможности российских дизайнеров. Дело в том, если талантливый человек, он талантливый. И он может делать суперкрутые коллекции в Челябинске, независимо, модно это или не модно. Дело всего лишь в таланте и в том, что человек делает. Также многие работы сейчас, которые я делал в 16 лет, там обложка с Данилой Поляковым. Я смотрю и думаю, о боже, как это круто на самом деле. То есть это одна из единственных съемок, и здесь мне публиковали. Которая мне очень нравится и близка. И проходит время, и я все равно 50 на 50 живу здесь еще. И мне это нравится. И это до сих пор много где публикуется. Выставку московского фэшн-фотографа Влада Зорина при поддержке кураторской группы Этейбл можно будет посмотреть до 29 июня в арт-отеле Арбат. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Этот фестиваль моды для студентов-дизайнеров не просто способ продемонстрировать свое творчество преподавателям, сокурсникам и родителям, но и возможность сделать шаг навстречу миру высокой моды. Молодые дизайнеры, чьи коллекции получат наивысшие оценки экспертов, смогут представить свои работы на международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Это конкурс с историей, со своими традициями, и его проводит благотворительный фонд. То есть изначально это не коммерческий проект. Поэтому предполагается, что жюри будет честным, неподкупным. Победитель регионального тура сможет принять участие уже в финале этого международного конкурса и получить право на международные стажировки, гранты на обучение. То есть это очень, не просто престижно, а профессионально дает очень многое для самих участников. «Русский силуэт» — это же за этим имя, или во главе имя, это же Татьяна Михалкова. Поэтому это престижно. Когда студенты выезжают за пределы вообще города на другие площадки, это всегда опыт. Иногда это может быть и плачевный, но он тоже всегда опыт. Они всегда к этому стремятся, даже вот само состояние за кулисами побыть, побыть вот в этом хаосе, когда они там ничего не успевают, когда они теряют вещи свои, это всегда им только на руку, и они уже в этом создаются как профессионалы. «Русский силуэт» — это абсолютно другая площадка. Конкуренция — это всегда интересно, это всегда новый опыт, это всегда новые идеи. Я очень сильно хочу победить. Для меня это очень важно, так как главные призы — это стажировка в Китае. Я считаю, что это откроет для меня большие возможности. Студенческим работам обычно свойственны максимализм и революционный дух, что, собственно, не противоречит философии современной моды и, более того, питает ее свежими идеями. Моя коллекция создана по мотивам российских тюремных татуировок. Все надписи в коллекции взяты из наколок, каждая надпись является аббревиатурой. Например, слово «электрон» расшифровывается как «эту любовь, которую ты разожгла, останется навечно». То есть, несмотря на общую агрессивность коллекции, на самом деле, надписи очень милые и трогательные. А также я брала личную моду и миксовала ее с более какими-то, ну, немного фетишными штуками, типа корсетов, цепей, шнуровок. Коллекция называется «Из грязи в князи». То есть, коллекция – это не просто спонтанный набор какого-то бреда, то есть, взял, смешал две вещи и получилось что-то яркое и пестрое. Здесь эта коллекция абсолютно направлена на иронию и сатиру. То есть, это две противоположности – барокко и гоп-культура. То есть, две абсолютно несовместимые вещи я решил совместить, то есть, преподнести спортивные формы в неспортивной ткани, таких как шелк, бархат и, допустим, драп. Вообще, моя коллекция «Около Куба». Мне очень хотелось передать именно настроение, вот эту атмосферу кубок, что это ярко, это красочно, это весело, тем более скоро лето, и поэтому я хотела по максимуму выжать света. Отборочный тур «Русского силуэта» в Челябинске завершится 14 июня. В этот день станет известно, кто представит наш город на федеральном конкурсе. «Империал Фэшн». Собираем безупречный гардероб, женственные платья и ультрамодный спортшик. Самая модная обувь и аксессуары итальянских дизайнеров. «Империал Фэшн» из Италии с любовью. ТРК «Фокус», третий этаж. «Имидж-клуб Светлана» при поддержке компании «Сады России» представляет профессиональный конкурс юных моделей «Бэби-модель-2017». 23 июня. Дворец пионеров на Алом Поле. Подробности на сайте светлана74.ру. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-59-99. Вы смотрите «Бьюти Тайм» далее в выпуске актуальные модели платьев из коллекции наступившего сезона. На первый взгляд платье – исключительно женственный предмет одежды. Но некоторые модели в тенденциях современной моды все же лишены чрезмерной мягкости и обладают определенной динамикой. Одним из таких считается платье-рубашка. В летний период времени эта модель отвечает требованиям делового гардероба. И не случайно, ведь идея заимствована именно оттуда. В этом же направлении работают геометричные решения. Актуальная в этом сезоне полоска или экстравагантный горох. Немного иронии в шифоновом платье с математическим принтом. И, наконец, идея в стиле арт. Абстракция в духе Малевича и Кандинского. Другими словами, платье – платье рознь. Оно может быть таким, каким вы его себе представляете. Дизайнеры в этом сезоне готовы ко всему. В свежем выпуске проекта «Мое новое тело» мы продолжаем исследовать тему здоровья, молодости и стройности с точки зрения генетики, антивозрастной медицины и косметологии. Очередная серия прямо сейчас. МОЕ НОВОЕ ТЕЛО Похудение – это здорово, на самом деле. Но это не единственное, к чему, скажем так, необходимо стремиться. К сожалению, с возрастом у нас реперативная способность вообще к своему организму, который в частности, разнижается. Будет разумно нам с вами отойти немножечко с другой стороны. Первым этапом мы с вами не ставим кровь на генетоксикации. Интерпретировать анализ и работать с этим анализом будет у нас наш кинейтик, наш врач антивозрастной медицины. Затем я вас осмотрю, мы с вами измерим все ваши физические параметры, весь рост, антивозрастной термин и так далее. Мы посмотрим состояние вашей кожи, оцену ее торга и так далее. И уже исходя из всего этого, мы будем составлять вашу индивидуальную программу. Согласно концепции проекта «Мое новое тело», над ним, помимо врача-косметолога, будет работать врач-генетик и врач антивозрастной медицины. Целевая такая вот аудитория, вообще для которой была разработана эта программа, это люди среднего возраста, где-то от 30 до 55 лет, которые ведут активный образ жизни, которые живут в мегаполисе, у которых нет возможности часто посещать спортзал, отсидеть на измерительных диетах, нет желания и так далее. Имеют излишний вес, проблемы с самочувствием. Сегодня я пришла в клинику со своим генетическим исследованием для того, чтобы узнать, какая у меня генетическая предрасположенность в полноте, или что у меня там может быть нарушено. Генотип мы свой не изменим, но мы в состоянии регулировать, как этот генотип будет работать. То есть не сам генотип, а ферменты, которые с этих генов формируются. То есть если говорить о похудании, безусловно, в первую очередь, это, конечно, гены детоксикации, потому что детоксикация – это выведение внешних всяких вещей, вещей, которые попали в организм, мы их называем таким страшным словом ксенобиотики, но насыщены там моющими средствами всякими, ароматизаторами, пищевыми добавками и так далее, и так далее. Соответственно, если у человека выведение этих веществ происходит хорошо, легко и без проблем, то не происходит задержка жидкости в организме, не происходит каких-то обменных нарушений. Вот пока на сегодняшний день мы с вами базово посмотрели вот эту систему детоксикации немножко. Был исследован ген, один из ключевых – это ген лототеонтрансферазы. В целом риск того, что выведение будет нарушено, у вас умеренный, то есть неплохо, нехорошо, промежуточно, значит, нужно помочь. Соответственно, всевозможные процедуры, связанные с детоксом, то есть очищением организма, будут помогать улучшать вот этот вот обмен веществ и выводить все, что у вас лишнее. Ну вот исходя из этого анализа, что я могу сделать для того, чтобы поддерживать себя в таком очищенном состоянии? То, что мы нашли здесь изменения, говорит о том, что, а, вы должны утро свое начинать с некоторых детоксикационных вещей, да, которые через кишечник выводят, да, пищевые волокна, там, пектины и так далее. Это, ну, фруктовые соки свежевыжатые, которые тоже способствуют детоксикации. Это обязательное употребление чистой воды, высококачественной, в достаточном количестве, опять-таки, да, для того, чтобы вымывать все, что где-то там не выходит, само собой. Ну и плюс физические процедуры, сауны, они тоже вам показаны, если к тому нет противопоказаний, связанных с сердечно-сульской системой. И, соответственно, косметологические процедуры, направленные тоже на выведение лишней жидкости, направленные на токсикацию. Эти вещества, которым человеку для нейтрализации токсинов не хватает, можно вводить в виде свечей, можно вводить в виде таблеток, в виде капсул, но и также вводить через кожу. Кожа и, в частности, потовые железы неспроста сравниваются с третьей почкой, потому что именно через потовые железы происходит выведение тех веществ, которые являются жирорастворимыми. Поэтому в этих программах и очень актуально будет и обертывание, то есть через обертывание можно вводить те или иные лекарственные формы, и в то же время можно заставить работать нашу третью точку, то есть потовые железы. По результатам обследования у трех специалистов, на основе генетического анализа, Елене назначены метаболическое обертывание, инъекционная терапия и скульптурирующий массаж. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. Клиника Диплекс представляет широкие возможности лазерного омоложения. Смос пилинг, осветление пигмента, сужение пор, подтяжка, лазерная шлифовка, удаление рубцов и растяжек, разглаживание глубоких морщин. Термальное омоложение, здоровый цвет, плотность, подтяжка овала. 4D омоложение, стимуляция выработки коллагена, восстановление упругости, полное обновление кожи. Клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс. Телефон 211-23-23. В кинотеатрах Киномакс все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Все тренды лета в коллекциях Пенни Блэк от Макс Мара Фэшн Групп. Пенни Блэк. ТРК Куба. Первый этаж. Вы смотрите Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Красивые подробности красивые подробности. Красивые подробности. Красивые подробности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok